Начать сегодняшнюю программу хотел бы с новости, которая меня, например, откровенно шокировала, хотя нет, вру, потому что даже слово шокировало в данном случае абсолютно неуместно, это слишком мягкая характеристика того, что вы увидите, услышите через несколько секунд, скажем так, я офонарил, в смысле, офонарил, когда на оно и наткнулся, потом завис и долго-долго приходил в себя переваривая готовые. Тогда держитесь за что-нибудь, вы Нижневартовский, это Ханты-Мансийский автономный округ, чиновник, предложил обогревать дома путем, короче, посредством крематориев, я не шучу, сейчас, внимание на экран. Многие крематориев – это большая потеря тепла, в любом случае, процесс сжигания, обработки. В Европе уже давно используется это тепло, соответственно, для отопления прилегающей территории, вспомогательных помещений и прочее, понимаем, что это новое кладбище, соответственно, АБК, склады, персонал. Крематориев может быть задействован, в том числе, если по проекту предусмотреть, чтобы это тепло не терять, а на некий рециклинг и на отопление необходимые помещения, в том числе и дополнительно. Ну и это считается экологичным. Знаешь, звучит как охуенная идея! Нет. В кадре некто Олег Попенко, начальник управления природопользованием или главный эколог города, он же автор вот этой вот чудовищной инициативы, и, судя по сообщениям в местных СМИ, чувак давненько носился с данной идеей, я правда не знаю, как он ее комментировать, у меня волосы дыбом, потому что, кстати, нацисты в гитлеровской Германии из умершвленных и замученных в концлагерях еще мыло делали. Кожаные изделия Попенко пока только топить людьми предлагает, но, думаю, здесь, как нельзя кстати, можно вспомнить русскую пословицу «Лиха беда начала, верно?» Посмотрите еще раз на этого упыря, чтобы отпечатался в памяти. Кто-то говорит, что это может цинично, но, с другой стороны, сохранение тепловой энергии, оно не цинично, ни при каких подсвязанностях, как бы, экологичность этих процессов. Это реальная журналистика, оставь надежду всяк сюда входящий, вот это пусть и будет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! А впрочем, если вы думаете, что это вся жесть, которую я приготовил для вас на сегодня, не угадали, я только начал в мир спорта, предлагаю окунуться, и там тоже, оказывается, есть чем похвастаться, в кавычках, разумеется. Итак, накануне на сайте женского волейбольного клуба «Динамо» после поражения команды в полуфинале Российской Суперлиги появилась статья, в которой спортсменок из «Победившего локомотива» обвинили ни много ни мало в пропаганде ЛГБТ. Вы не ослышались. Чего? Того! Материал под названием «Хватит это терпеть» был размещен в разделе «Открытая площадка». Она позиционируется как дискуссионная, однако в этот раз болельщикам предложили подискутировать не столько на спортивную тематику по итогам провальной игры в полуфинале, например, сколько... Я даже не знаю, как это правильно назвать-то ниже. Эмоциональная реплика бывшей волейболистки Елены Годиной, чемпионки мира 2006 года, а ныне советника гендиректора клуба «Динамо», цитирую. ЛГБТ-сообщество в нашей стране на законодательном уровне признанной экстремистской организацией запрещена пропаганда данного отклонения. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении соперниц, поцелуи и прочие мерзости. А поцелуи это мерзости, да? Продолжаем. Автор также отметила, что на протяжении всего сезона судьи не сделали ни одного замечания за поведение, которое однозначно квалифицируется как безнаказанность и вседозволенность, как демонстрация для пренебрежения культурой и нравственными ценностями. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. В каком смысле? Ну действительно, друзья, это же бред сивой кобылы. Я сам большой поклонник данного вида спорта, я, правда, больше к мужскому волейболу тяготею, поскольку он более мощный, более динамичный, более зрелищный, но скажу так. Эмоции, которые зачастую проявляют игроки на площадке, это нормально, даже мужики. Особенно во время статусных матчей, выигрывая очень важные очки, прыгают друг на друга, обнимаются, целуют партнера в том числе. Это еще раз нормально, это эмоции, да что там. Мы, болельщики, сами в какие-то ключевые моменты и после важных побед готовы тех спортсменов расцеловать, разве не так? Да и все! Горбная Россия! Олимпийский чемпион! Впервые в российской истории мы продолжаем великолепную песнь волейбольную мужского волейбола. А тут целый донос нарисовали, да еще и в публичное пространство выложили. Обратите внимание, наши соперницы вон от чего делают. ЛГБТ-экстремистское запрещенное своими действиями пропагандируют, ай-яй-яй, совсем взбрендели. Проиграли, так ведите себя достойно, примите это поражение, как подобает, а не кляузы, липовые строчите, потому что оно даже смотрится как-то жалко. Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыма встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? К слову, болельщики тоже не оценили порыва госпожи Годиной. В комментариях под постом тут же появились десятки гневных сообщений из серии Какое гнилое нутро у автора данного эпоса? Это какой надо быть глупый, чтобы такой бред написать? Позор вам, позор! Всегда и во всем у вас другие будут виноваты. Хотите мое мнение? А я присоединяюсь к этим людям. За спортсменок из Динамо, особенно за их руководство действительно стыдно. Это не просто некрасиво, не спортивно. Это пошло, низко и омерзительно. Какими бы непростыми были отношения между обоими клубами, а у них этот конфликт, насколько я понимаю, очень давний. Периодические разборки девушек и правды выходят за рамки приличий. Вот, например, капитан локомотива Гончарова показывает динамовкам средний палец руки в процессе игры. Фу, как некультурно. И это тоже неспортивное поведение, за что потом пришлось извиняться и самой Гончаровой, и ее одноклубницам. Я такое точно так же не приветствую, но донос. Да еще настолько низкий, это, по-моему, совсем уже за гранью, нет? Спасибо и на агенту за самый лучший пиар в истории. Лучше и не придумаешь. А впрочем, как это ни печально, но подобная мерзость в нашей стране уже даже стала какой-то нормой, что ли. Недаром сейчас вот эту вот женщину, прости господи, вам показал, фамилия Мизулина и стала нарицательной. Говорим Мизулина, подразумеваем профессиональная доносчица, причем вот тут важно понимать разницу между гражданской позицией и кляузничеством. Гражданская позиция – это когда вы, например, сигнализируете о нарушении закона, действительно о нарушении, способном повлечь за собой неприятные последствия для иного количества людей. Донос же – это способ самоутвердиться, отомстить, нагадить оппоненту. Чаще всего донос – это притянутое к чему-то за уши вранье бреднее. Как, например, в этом памятном случае в феврале текущего года, когда все та же Мизулина, ввиду отсутствия аргументов, видимо, решила воспользоваться своим служебным положением и начала запугивать студента, который всего-то позволил себе подискутировать с ней о разнице в подготовке между солдатом-срочником и профессиональным военнослужащим, напомню, как это было. Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат-срочников, лучше же сейчас за это изменился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию в нашей вранье. Мы ведь уже пришли к тому, что доносы в России пишут все и на всех, причем в таких ситуациях, которые в ступор уводят нередко до абсурда, даже дошло, помните эту женщину из Великого Устюга, на нее настрочили кляузу только за то, что сфотографировалась в желтом пуховике на фоне неба и этим на полном серьезе, затем полиция занималась, или другой пример, пожалуйста, когда жительница Белгорода донесла на незнакомых людей, на незнакомых, подчеркиваю, просто потому, что те вывесили сушиться одеяло на балкон, а ей что-то там показалось. Такие истории можно перечислять, еще полпрограмму, но это же полный привет. Куда мы, блин, катимся? Я против доносов раз. Я обещал то, что внесу такой законопроект полгода назад. Вы знаете, одно намерение это сделать охладило многих доносчиков на несколько месяцев, но не хватило. Мы внесли законопроект, он будет рассматриваться. Я считаю, что в сегодняшней России это недопустимо. Недопустимо все, недопустимо их финансировать. Это сотни миллионов рублей, гранты, которые они получают, и на которые кошмарят людей. Сильное заявление. В конечном итоге вот это вранье ни к чему хорошему не приведет. Все, чего мерзавцы добьются расчеловечивания общества, разобщенности между нами и так, ведь уже россияне друг друга боятся. Дальше что? Детей наших ненавистью начнем накачивать, гражданскую войну в перспективе провоцировать. Ради чего? Ты правда думаешь, будь то твой сосед враг? Только потому, что его мнение отличается от твоего, причем в отношении какого-то чиновника, которого ни ты, ни он никогда в жизни не видели и не увидите. Скорее всего, вот вам пример из свежего. Катастрофа в Оренбургской области. Кто первым пришел на помощь к пострадавшим? Не вспомните? Ни губернатор, ни мэр, ни какой-то другой чиновник, ни пропагандист и ни президент. Пришел сосед. Первым на помощь пришел сосед. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мы в настоящий момент прибыли с Москвы. Так, так мы и являемся местными. Здесь я сам уроженец города Орска. Ну, Новотроицка рядом, живу в Орске. Вот как случилась у нас беда, мы собрали гуманитарную помощь от жителей Москвы, привезли, разгрузились в Оренбурге, разгрузились здесь. По факту, которой нужна помощь, допустим, привезли всю продукцию, крупы, все необходимое, что есть. Из того, что есть, то готовим. Нужна всякая, любая. Потому что у людей не осталось ни домов, ничего. Я сам остался без ничего, под крышей затопленный. То есть еще продолжаете помогать людям? А куда деваться? А куда деваться? Вот свое кафе и... Здесь мясной магазин, здесь работает Илья, его, ну, как бы он занимается. С самого начала наводнения, благодаря ему, много, я думаю, жизни спас, как бы, однозначно. Потому что он кормил, он одевал, там, все таскал, все делал, как бы, всех поил, как бы. Благодаря ему здесь многие, я думаю, что не голодные остались, как бы. Потому что здесь был остров, здесь не было ничего. Голодные, холодные, потерянные. Без связи. Без связи, без ничего. Без интернета, не позвонили. Возили, иной раз привезут. А, очень помогла Лена у нас, адвокат. Они с сыном возили, прямо, что, где найдут, позвонят ему это. Они привозили 20 булок хлеба, по булке в руки выдавали. Хотя бы горячим чаем поили. Потому что люди холодно, на машинах спали. Они приходили утром, отпаивались, как говорится, отогревались. А вообще, ответьте мне только честно. Хотя, даже не мне, себе. Мы на самом деле хотим вот это вот все разрушить, потерять. Я про человеческие отношения сейчас. Мы на самом деле хотим стать друг для друга настоящими, злейшими врагами. И второй вопрос сразу. А кто от этого выиграет? Ты, я, кто? Ладно, продолжим уже в следующем выпуске. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok